Всем привет, с вами канал Максимадзеи. Сегодня мы будем играть в Neighbors Back From Hell, которую я конечно же ждал. Да, она вышла не только на консоли, но и на ПК оказывается она вышла, я на это вообще не надеялся. Никакой эмулятор Nintendo Switch нам не понадобился. Она вышла на ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One. Продается за 915 рублей. И собственно, я правда не покупал её, мне там ссылку помогли найти. Мне там ссылку скинули, короче. Я не буду оставлять в описании ссылку на эту игру, потому что на всех видео, где они есть, разработчики кидают в страйки. Ну, в общем, что мы видим? Очень довольно-таки красивую менюшку. Она, конечно, не похожа совсем на то, что была в оригинальной версии, но она очень плавненько двигается. Игра вышла вчера, ещё вчера вышла вечером. В моём городе она вышла поздно вечером, и у меня не было возможности её записать, потому что спать уже нужно было. Спасибо. И вот я решил прям проснуться и бегом записывать этот ролик. Ладно, в общем, посмотрим, что у нас по-дополнительному. Это ролики сбросить прохождение можно. Я и в эту игру ещё... Я немножко поиграл, один уровень там запустил, потестил немного. Проверить, как работает. В настройках русских есть несколько языков. Конечно же, русский здесь есть. Это хорошо. Игра, обучение. Я камеру пакости и обучение выключил. Они нам нафиг не нужны. Ну и давайте начнём игру. Здесь 25 уровней. Из первой части и из второй тоже части есть. Сделал гадость сердцу радость. Как мы скоро увидим, наш сосед ещё тот тип. Редко застанешь его в мирно сидячем кресле. Исключая только... Исключение только подтверждает правила. Может, он затаился и что-то высматривает. Вуди, это не по душе. Придётся навестить соседушку. Ну что ж. Начинаем игру. Блин, как громко. Я не могу тише сделать. Ха! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Короче, что у нас тут есть по кнопкам? Есть кнопка переключить камеру на соседа. Сорян. Можно отдалять экран, масштабом управлять. Аптечка у нас тут. Есть такие вот мини-игры, где надо, как в консоли версии предмета, одинаково найти. А нам клей-то и выпал, кстати. А-а-а! Блин, я, кажется, понял прикол. Надо... Три предмета в ряд именно того предмета, который вам нужен будет. Я, честно говоря, до этого не понялась сразу. Замки немного более темные, чем в ПК версии. Так, у нас есть три жизни, что имеет общий момент из консольной версии. Это довольно интересно. У меня тут камера загораживает счетчик злости и выглядит как консольная версия. Также монетки сверху, но в консольной версии они анимации красивые прям попадали сюда, а здесь нет. Ну, да, бинокльный не вылетел туда, не нарисовали тут ничего, но в общем, не важно. Ну, уровень такой же, как в ПК версии. Просто, вместо кирпичных стен так же улица видна. Меню выбора уровней выглядит точно так же, как в консольной версии. Давайте, давайте-ка сзади посмотрим, какие тут вообще уровни есть. Я не смотрел еще. Я слышал, что 25 уровней, а вот каких уровней, я еще пока не знаю. Так, у телеэкрана, сюрприз ко дню рождения, яблочный пирог, футбольные баталии, банный день. Что-то я тут смотрю, как то же самое, что на ПКшке получается, а не так, как в консоли, да? А, тут еще и сначала идут уровни из первой части, а потом уровни из второй части. Они так разбросаны, как в консольной версии. А, и без паники, вот в самом конце. В консоли версии было 26 уровней, кстати, а тут всего 25. Так, что-то я тут не вижу уровней, большая-большая стирка, ночь охоты. И, это, серия про свинюшку, это, что-то нету их тут. Ну, ладно, в общем, неважно, идем дальше. У телеэкрана. Воскресный отдых сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке. Время от времени он заставляет себя встать и тащиться в холодильник у зановой бутылки. Как же, Вуди, улучшишь момент для пакостей? Поживем, увидим. Конечно же. О, ночной уровень, прекрасно. Блин, как реалистично все выглядит, а вы только посмотрите на это. Так, вот этот флажок, видимо, вот здесь, это, значит, вот на четвертой пакости можно будет туризм завершить. Но мы все пакости выполним. Открыть держатель туалетной бумаги. Здесь он выглядит вообще не так, даже в консольной версии такого не было. так, использовать туалетная бумага на унитаз. Ну да, нормально, по-русски не написали, конечно, только. Так, ладно, пусть сходит за пивом, потом... Ну, вообще-то я ожидал, что здесь будут такие уровни, с такими же пакостями, как консольная версия. Нет, тут тот же самое, что на ПК-шке, блин. Ну, зато есть три жизни. Обучение, обучение, кстати, нет. Вот, а, нет, обучение есть, просто оно не так, как в К-версии. Субтитры делал Dimo Pachele'o. Осторожно, там у тебя опять те ликни паши, почини иди. Субтитры делал Dimo Pachele. сразу заметил что там обосранный туалет не сразу не сел на него как в оригинале ахахаха бумаги то нет чтоб жопу вытереть так молодец сосед что пошел этим путем ну тут все в слабительном он хоть видит вообще окно мы все сделали вроде давайте переключим камеру на него и будем смотреть осторожней садись кресло уже развалится ты че чуть-чуть потолстел так что у нас дальше сюрприз ко дню рождения день рождения как всегда он празднует его наедине с собой любимым задувает свечу и желает всего самого наилучшего между делом он спускается заглянуть почтовый ящик а вдруг там пришла посылка или открытка вот бедолага разве так справляют дни рождения буди ему принесет пару подарочков там на логотипе с собакой другая надпись кстати говорит но мы лица как консольные версии выглядит аналд на лужу над прям окей так и туалетная бумага унитаз конечно же так изрисуем портрет ну применяй блин а не то так что я думаю он один раз улыбнулся у него пропадают вот эти цифры мне кажется это недоработка или бак какой то блин мне кажется надеюсь обновление выходить и не будут с исправлениями багов а сначала туалет увидел уже потом поскальзывается да давайте тут посидим 5 сосед пойдет куда то еще так ну и давай бомба не как следует я хочу прям посмотреть давай хохохохо нифига себе как реалистично выглядел короче короче не будем смотреть все здесь этот экран а где музыка я чуть не пойму вот яблочный пирог что может быть лучше яблочного пирога думает сосед ставя очередной ломтик в микроволновку ах пальчики оближ но если как следует приспичит забудешь даже про яблочный пирог и сосед все время в глаз пчется в ванной воде остается только ловить момент должен же кто то помешать наслаждаться вкусным пирогом и давайте попробуем масштаб уменьшить посмотри как это будет да не лучше так играть так лучше будет видно а 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 давайте заново надо будет это делать попозже просто соберем предмет и не будем пакосить для начала пока подожди а а а а а а а и а и и а и и так вы кажется папа костин здесь так что у нас очень похож на взбитые сливки да конечно черная пена черная спирогом прямо поскользнулся да опять у тебя там микроволновка грязная что же я там жарил то интересно мне знать так я бы читал чем написано в ленте даже не видеть что она такая черная они белые хоть бы читал чинокис ходьбы и видят чем там нарисована и даже что там не пена нарисована вы там дарт вейдер какой я так понимаю на уровне к сперва честь никакой мамаши не будет соседа все будет так же как и на покажке это как по мне я ожидал большего на самом деле а дверь туда открывал что я не понял а а ремастер этот создали и очки nordic который владеет правами на как достать соседа в этой компании также содержится часть разработчиков из джоут которые создали всем наш известный как достать соседа так что этот пор так что этот ремастер можно считать официальным футбольные баталии наш сосед верой футбольный болельщик за исключением тех случаев когда меч попадает в его окно а ему всего захотелось немного расслабиться поиграть на пианино после таких переживаний лишь любимая фиалка связи может успокоить его нервы своим аромат на уходе вновь выходит на сцену да уж это точно я так понимаю кстати знаете-ка чего еще у social media life production занимается ведь ну да тут предмет который нам нужен работать же над ремастером neighbors from hell и ремастер это у меня такое ощущение что они что раз вот такой ремастер крутой с красивым графоном 60 fps и так со всеми уровнями почти со всеми уровнями с первой и второй части они могут просто взять и забить на свой ремастер брось забросить его не опубликовать свое творение но я надеюсь что по крайней мере если они так сделают то они вернут бабки тем кто им пожертвовал на создание движка не думаю что мы все здесь пойдет потому что противном случае это будет грабеж они на них суд подавали ну до этого я надеюсь конечно не дает на самом деле на ноги так ждем подходящего момента когда они кинут мяч ерунду какой-то сосед играет на пианино да какого же хрена но я не знаю как тут можно успеть она во всяком случае мы узнали как потерять жизнь что будет если попасть на глаза соседа он также попадет каким-то образом в другую комнату я не знаю как можно успеть как можно было успеть тут не сразу этот курсор блин отреагировал я так понимаю баги то тут есть а 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 вот что это зверь открывается когда выходная когда появляется там оник, который ложок. Так, в общем, последний на сегодня уровень ванный день. Чистота это залог здоровья. Сосед вонючка с нетерпением ждет возможности расслабиться в ванн. А пока ванна набирается, он листает старый альбом, где полно фотографии его дорогой мамаши, попутно поглощая сладости и приглядывая за пудингом. Но Вуди уже тут придумал пару новых пакостей. Да и не пару, а целых девять штук, блин. А, блин. Я думал этот уровень ночной будет. Жалко, ну ладно. Тут все не так, как в консольной версии же. Я надеялся, что тут уровни будут такие же, как в консольной версии, но нет. Не, нифига. Да все же общий момент это и есть. Так, шарики для ванны тут пурпурные. В оригинале и в консольной версии везде они были. О, и не игра. Они были, это, желтые. Только здесь что-то есть. Так. Да. Так, нужно набрать воду. Ой. Так, мыло, 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 мыло здесь. На, давайте прям сразу все это сделаем. Так, шарики сюда, да? Так же, клей. Так, осторожно, там обосранный туалет. Нагадил кто-то в туалете, извини. Просто у меня своего туалета не было, соседа. Надо же где-то посрать было. Так, мыльная водичка. С мыльной пеной. О, о, блин, вообще жесть. Не так тут выглядит. Тут пореалистичнее выглядит. Натуре. А зачем тянуть-то со всей силы, блин? О, 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 о. О, 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 о. Наряда, так вот, что вы понимаете? Он что проглотил прям этот шарик, что ли, да? Блин, он на микроволновку-то не посмотрит. Придется, блин. Придется ждать, пока он опять пойдет туда. Да, это хреново, конечно. Ну ладно, давайте камеру переключим у соседа. Ну, миксер так же, как и консольная версия, выглядит он пузырьки какие-то. Все же мне начинает уже казаться, что в некоторых вещах консольная версия лучше, чем вот эта. Я имею ввиду ту, которая на GameCube выходила и на оригинальный Xbox. Даже несмотря на то, что... Там графон слабенький. Там уровни изменены все. А здесь нифига. То, что уровни из первой и второй части смешали в ремастри, то это все равно хорошо. Даже в консоли версии они были разбросаны, перемешаны друг с другом. Не сначала там первая часть, потом идет вторая, а перемешаны. Так, ну все, на этом закончим, пожалуй. Открываются у нас новые уровни. В общем-то говоря, на этом мы пока закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Что, какие у меня первые впечатления от игры? Я, честно говоря, ожидал большего, на самом деле. Я думал, что здесь будут уровни как на ПК. Но нет, нифига. Ой, как в консольной версии я ожидал, что будут уровни. Но нет, здесь такие же, как и на ПК уровни. Консольная версия лучше, мне кажется. Даже несмотря на то, что там графон гораздо слабее. Никаких 60 кадров нет. Но вот она лучше, потому что там уровни изменены. Все уровни изменены, а тут нифига. Пока я ни одного изменения не увидел. Но, тем не менее, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайтесь, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok